всем привет меня зовут любомир ференса это канала львив медиа спасибо что нас смотрите ставите свои лайки шарите и также комментируете за всю историю канала львив медиа я никогда не делал специальной презентации человека с которым я разговаривал сегодня у нас особенный случай потому что сегодня мы будем говорить с офицером отряда специального назначения его имя стас трутни в чем особо особенность этого разговора этого интервью стас почти два месяца не соглашался дать мне интервью каждый раз когда я приезжал в лагерь и с ним разговаривал мы часто с ним общались и каждый раз я просил его чтобы он дал мне интервью на камеру чтобы он согласился на разговор этого не происходило и вот на прошлой неделе стас согласился дать мне интервью стас трудни в это офицер лейтенант 140-го отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами воинская часть 68 069 изведяева мурманской области если вы забьете в википедии что такое пдсс сокращенно подводные диверсионные силы и средства это подразделение водолазов-разведчиков в маф ссср и в маф россии для осуществления операций в тылу противника то есть и иными словами стас трудни в пехотинец северного флота российской федерации стаса трудни в плен взяла спецура главного управления разведки на севере харьковской области этим летом это длинное интервью да это интервью и с человеком и с солдатом у которого два высших образования она очень интересно и лично для меня было я считаю его одним из лучших за весь этот период моих разговоров и с военнопленными подписывайтесь на канал львив медиа лайкайте нас комментируйте и распространяйте среди своих знакомых потому что как каждый раз я говорю этого вам не покажут на федеральных каналах меня зовут любомир ференс это youtube-канал любви в медиа как полное имя трудно станислав игоревич а какой год рождение 22 06 89 откуда сам брону сам города мурманск и жил где городе мурманск дети жена есть сын святослав я разведен сыну четыре года ты регулярные войска со срочки пошел на контракт контракт был промежуток между срочкой и контрактами поступил в училище даже не училище в университет а потом потому что учился сразу в двух университетах решил устроиться на контракт а какие университеты преподаватель физку физической культуры это мггу а второй университет кооперации маржа по общению с персоналом у тебя офицерское звание да да какое лейтенант и какие войска мотосырковые командиры взвода мотосырков взвода сколько человек взводит бывает по-разному но в моем взводе было 30 человек контракт давно на контракте да я так понял сколько уже ну получается уже один 12 лет сколько получаешь зарплата 90 100000 это средняя да ну там моя сейчас на данный момент это в россии было да а при заходе в украину сколько пообещали приблизительно 8000 в день дополнительно поехать зарплату это если 8000 8 на 3 это не вести 40 если это 340 400 тысяч как раз в цели значит если такие деньги пока платят то есть официально на карточку и так далее да когда зашел украину 3 июля какое направление харьковская область поселок дементьевка и какие задачи ставились перед зонам захватить высоту после того как взять высоту найти выход откуда работает харьковская артиллерия и захватить или уничтожить задание было выполнено частично высоту я высоту взял взял у людей ваших 10 человек в плен но не смог удержать высоту почему но не пришло не смогла подойти подмога которая должна была закрепиться ночью было нападение дрг группы как оказалось из спецподразделения ваших и при когда произошло нападение я пытался вывести свое подразделение вывел всех у меня ни один человек не пострадал и не погиб но пострадал только я получил огнестрельное ранение под руку пробила грудную клетку легкая и меня вашего подразделения вашего войска нашли уже без сознания привели и очнулся я в больнице в Харькове то есть они сознанки брали плен да а с другими что все остальные у меня ушли я их вывел я последний кто уходил то есть ты шел в я получается конца и просто получил полевой началь нет получается я удерживал позицию пока другие люди пытались по чуть-чуть это ходить последние которые там двое-двое оставалось со мной они видели как в упор я не заметил человека который сидел в кустах и он в упор с четырех метров выпустил мне магазин это когда случилось когда плен взяли 11 10 на 11 июля то есть они долго воевал правильно понимаю то есть неделю где-то так это где место какая высота это должна была быть какой населенный пункт дементика это именно в этом населенном пункте есть как сопка наподобие но самая высокая с него было видно направление всех дорог то есть и подвоз боеприпасов где перемещение и откуда вот как раз чистое большое поле от видно как работают артиллерии а когда ты говоришь что ты взял 10 человек в плен да это высыл на этой высоте да что ты брал то есть ты взял в плен и потом что с ними случилось сопроводил выделила людей для сопровождения их нашему на территории россии то есть они попали в плен да благодаря тебе смотри вот у меня такой вопрос я много с людьми здесь говорил с мотострелковыми но я честно говоря вот передо мной сидит матерый матерый военный да это признаю то есть истории таких не было там где-то стрелок и так далее на человек который там был плен украинских солдат брал высоту и так далее то есть ты представитель каких-то там никому мотострелковых войсках потому что но большинство из которых текст которыми я говорил это люди ничего из себя не представляющие я переквалифицированный офицер который раньше был военнослужащим и участвовал в операции сирийской имею боевой опыт и имею некоторые хорошие знания по работе а в сирии где вот от москвы пехоты морпех да где в сирии принимал участие пальмира они примеры скажу вам химим и тартус охрана также сопровождение грузов а грузы какие гуманитарные ну то есть вот там как некоторые говорят что у нас там была борьба с гилами так далее то есть ты принимал участие в этом все мы при сопровождении бывали на некоторых стычках да и сколько времени ты воевал сирии четыре месяца другие горящие точки триполи бенгази бенгази но это называют оливия да также как ну с того что я слышал россияне там тоже принимали участие не официально не официально африка нет не было но это единственное которое было сирия и здесь вообще вот родители есть да вот только надо вот как они воспринимают то чем ты занимался конечно же они волнуются и не хотят что я за ним был военнослужащим то есть у меня же образование есть хорошие гражданские то есть даже гурман же по общению с персоналом я могу быть преподавателем у меня два средних специальных образований два выших одно образование среднеспециально это и автомеханик второе образование преподаватель в пт-у третье образование это я мы этот преподаватель физико культуры и туризма и четвертый менеджер по работе с персоналом почему армия осталась ты выбрал армию я выбрал армию потому что когда я учился нужно было платить за обучение по случился до двух университетов если бы я устроился на какую-нибудь гражданскую работу не всегда есть возможность гражданская работа дает возьму обучение армия всегда выделяет тебе время то есть дополнительно пуска что ты мог ехать и учиться это был самый оптимальный вариант в то время а дальше когда уже пошел служу первый контракт я накопил пир сразу после первого контракта деньги на квартиру и мурманске сразу купил себе квартиру после первого контракта и решил продолжать в этом направлении так как пошло уже карьерный рост и после у нас достижения определенного возраста мы получаем выходим на пенсию так как я уже служу большое количество времени я до пенсии тут осталось мне два года максимум северная это минимальная северная пенсия который могу получить как контракт а максимально максимально 30 лет выслуги это приблизительно мне надо еще пять лет по контракту и какая пенсия будет но начиная где-то зависит от того звания в котором я уйду и то есть должности которую иду если на данный момент и сейчас я бы уходил 50 тысяч рублей я правильно понимаю тебя воспитывала мать только да и вот она кем работала преподавателем физической культуры и фитнес тренер ну то есть как бы если бы не армия то тяжело бы было например самой матери как бы потянуть все это да твое обучение и так далее ну я сразу самому вообще здесь ни к чему не подключать потому что уже возраст был осознанный и просить у мамы нет мат могла помочь она могла обучение мы всем остались как бы осознанно был в армии да смотри стаса вот это уже и мы можем на ты правда да вот смотри это уже был июль да ты понимал что происходит в украине ты осознанно шел да вопрос почему ну здесь я выкрашла у меня переквалификация и это можем так сказать мое первое офицерское было задание серии такого уровня задания не было нет хорошо но серии не было когда командиром это было переквалификация ты командир для тебя это со или война для меня это можно достать спецоперация почему потому что на данный момент для нас это было как бы небольшой если бы я задержался может быть это для меня была бы война а и тогда для меня это было спецоперация ты искренне так говоришь знаете для меня быть к военнослужащим я все равно привыкший с людьми разговаривать больше на вы для меня быть военнослужащим это воевать с другим военнослужащим то есть мы показываем свой доблесть и свои умения друг другу для нас для солдат это оптимальная вещь понятно что здесь нельзя вмешивать ни гражданских никого но мы сюда ехали показать доблесть одного солдата другому и в этом плане могу вам так сказать порядок что там все на камеру все это я вам сразу скажу мне понравилось как ведет себя особенно группа ваша диверсионная разведка которая борола меня в плен я не испытываю ни ненависти к вашим военнослужащим никакого это раздражение вот в данный момент мне было небольшое восхищение можем так сказать потому что я как солдат получил и почувствовал интересный опыт жизненный понятно что я мог и остаться там на земле лежать и уже не воскреснуть его быть лежать мертвым но как солдату это было интересно потому что один солдат встретился с другим солдатом я все понимаю но я это все понимаю но в есть армии да грубо говоря есть армии которые за что-то воюют да это не просто там стрелялки и пулялки да ну а я тоже перейду на вы потому что мне неудобно ты ко мне на вы я говорю и вот у вас да как бы идея была себя проявить как бы солдат против солдата до сло для тебя для вас для вас это тоже остается как бы своего и так далее до сих пор и свода и правильно понимать не на данный момент уже начинается началась война началась война да в потому что снова не может длиться больше года на больше полгода даже поле дальше даже больше полгода и в июле а ты уже больше как бы было но не в этом вещи да если бы это это не пейтбол да это не пейтбол где ты можешь пинг более тоже ты можешь проявить там гордость ловкость и так далее да я понимаю потому что это как бы ты играешь с жизнью и смертью да это по-другому это ставки они более высоки но есть две как бы стороны которые одна сторона есть которая за что-то воюет, и есть другая сторона, которая за что-то воюет, да, это нормально, да, это вещи нормальные. И то здесь говорить, что вот, например, я приехал себя проявить, и да, у меня уважение как бы с солдатом в СУ, окей, ну, как бы, это хорошо. Объясни мне, пожалуйста, за что воюешь, воюете вы, и воюет российский солдат здесь, на территории Украины. За интересы нашей страны. Хорошо, пересчитай мне. Давай, ну, сколько их есть? А зачем? Вы же понимаете, для контрактника есть, приходит приказ, в котором просто интерес страны в этой данной ситуации. Каков это интерес, что это за интерес? У нас даже есть в уставе написано, мы вначале, вначале выполняем приказ, а потом обговариваем его. Мы обговариваем сейчас. Вы выполнили приказ, мы можем оговорить его. Вот сейчас, вот сейчас мы можем его оговорить, Стас. Ладно, сейчас. Моя тогда задача, моя основная была задача, было найти ту артиллерию, которая ударила с того расположения по Белгороду. Тогда был прилет по Белгороду, мы когда только высадились в Белгороде, пострадали местные жители, попало в дом. Ну, и участвовали. А это украинцы были? Да. Ну, со стороны Украины. Точка У. Хорошо. Со стороны Украины ударила Точка У. Я понимаю, нет, я понимаю, что это просто уже шли боевые действия, и расположение есть всяких разных подразделений. Вы пытались попасть в это подразделение, но попали в Желодом. Это понятное дело. Это такое бывает. Причем Точка У, это не самое точное орудие на данный момент. И у вас других орудий не было в то время. То есть вы только получали новое СНУ, новое вооружение и все остальное. И ошибки совершает каждый. Но моя задача была найти и обезвредить эту технику. Плюс ко всему выгрузить эту высоту и узнать, откуда производятся эти выстрелы. Хорошо. Я соглашусь с этим, да? Но мы говорим... Если вы говорите общий, вообще общий смысл... Общий смысл, да. Я говорю о общем смысле. То здесь... Это локальные вещи. Я знаю, что вот эти локальные, да. Моя была поставлена задача. Я понимал, для чего я это делаю. А здесь, если говорить общий, ну, я говорю, здесь были, наверное, против интересов... У вас был один интерес, это вступление в НАТО и остальное. У России были другой интерес. Я так понимаю, защита Донецка, Луганска. Но на тот момент мы не думали об интересах. Мы думали только о данной задаче и о том приказе, который нам пришел. Потому что, как вы понимаете, в июне месяце я еще являлся военнослужащим и был в командировке в одной учебной своей, где я обучался. Простой, не связанной никак с боевыми действиями. Пришла мне телеграмма. Нужно выдвигаться. Там не было... Если бы я был, как вы говорите, заинтересован... Вы могли отказаться, потому что, насколько я знаю, могли отказаться? Нет. Отказываться мы не имеем права. То, что вы говорите, мы имеем право отказаться, это значит, я ставлю на своей службе крест. Все. Я заслужился до конца. отказ, это уход из вооруженных сил Российской Федерации. Это то же самое, как МЧСнику сказать, надо спасти его, например, того человека. А он говорит, он же был преступником. Я не буду его спасать. МЧСника уволишь. Правильно? Ну, потому что его обязанность это спасать. Независимо кого. Обязанность его спасать. Я, как солдат военный, моя обязанность участвовать в боях. Участвовать в войне. Я понимаю. Я согласен с этим. Я полностью согласен с аргументом. Поэтому представьте каких-то произведений, которые он говорит, ты едешь туда, он говорит, а ради чего тебе надо туда ехать выполнять? А приказ есть приказ. Ему не надо объяснить, солдат вообще не надо объяснять, ради чего. Единственное, что он своей головой должен думать во время боевых действий, что кто гражданский, а кто нет, это он должен понимать и не вести боевые действия по местным жителям и по сестному. Детей никого нельзя. Ты должен идти и содраться с тем, кто является другим воином. Это правило основного нашего солдата. И тут уже, как вы говорите, мы имеем право отказаться. Я согласен. Я согласен. Но как-то выходит так, как-то выходит так. Вы же тоже должны понимать, не все у нас солдаты, ну как, не военнослужащие, не все военнослужащие... Вы даже понимаете, какой вопрос следующий задам, да? Да, не все военнослужащие, это солдаты. Как говорится, и в семье не без урон. Их много очень. Я понимаю, страна большая. Их много очень. Хорошо, я хочу твое... Вот ваше мнение всегда, да? Вот ваше мнение, вот сейчас в лагере, да? Вот мы здесь разговариваем. Что ты чувствуешь, когда сидишь с зэками, которых вербануло ваше родное Минобороны РФ? Вот вы кадровый военный, матерый кадровый военный. Как вам сказать, что я думаю о тех сидящих? Знаете, я с некоторым разговаривал из них, и не все... Один человек здесь сидел за то, что угнал велосипед. Другой... Пока я что с ним не разговаривал. Все, грабежи, убийства, наркота. Ну, ладно, даже наркотически тоже там общался. Грабежи, убийства... Нет, вообще, вот чисто с мораль... Вот, да, вот... Знаете, многие из них раскаиваются за свои действия. Это грехи личные. Ну, я понимаю. Это... Ну, то есть, я не... вы же меня спросили, как с человеком общаться. Нет, вообще... Разговаривать как военнослужащим и солдатам, они не военнослужащие, не солдаты. Я не об этом говорю. У меня вопрос в другом. Что Минобороны РФ, оно вербует, сейчас очень уверенно, зэкам. Оно делает то самое, что Вагнер Групп. Я не поддерживаю, когда органи... Ну, кто себя борьбует именно заключенных людей. Я этого не поддерживаю. Они же просто загнаны в угол. Ну, я не знаю насчет этого, загнаны, не загнаны, конечно. У каждого своя история. Некоторым предложили свободу, я так понимаю. То есть, не было у него, что, иди за боты, здесь мы тебя забьем, либо что-то, и пойдешь с нами. Если предложили ему свободу, он такой, да, я пошел. То есть, ради своих интересов он пошел, а не из-за того, что он в каком-то углу. Но, как офицер, и как командир, я бы не хотел командовать такими людьми. То есть, я не поддерживаю в армии такой, как можно сказать, контингент людей. Вот, Стас, вы же понимаете, война когда-нибудь закончится. Конечно. Война когда-нибудь закончится. Все войны заканчиваются. Все войны заканчиваются в ту или другую как бы сторону, да, и вот вы говорите о том, что я военнослужащий, я не должен думать о приказе, его обговаривать, я должен его исполнять, да. Вот, мы же, вы же тоже были там, присутствовали, когда я был, вот это, ну, как бы, групповое, да, и там вот так же проводилась аналогия с бюргерами, да, немецкими, они тоже говорили, мы простые бюргеры, мы ни в чем не виноваты, в чем вы нас обвиняете и так далее. И когда, почему я всегда задаю этот вопрос, да, вот, какая общая идея, какая общая идея этой всей войны со стороны России, потому что, как бы, общая идея того, за что воюет украинский солдат, он каждый объяснит, да, каждый объяснит, за что он воюет. за что и как, и пятый, и десятый, там у него даже не вздрогнет ничего, да, вот здесь у российских солдат я вижу большую проблему, в том числе, да, я к тебе испытываю уважение, этого даже не скрываю, да, ну, то есть это чувствуется, что передо мной матерый кадровый военный сидит, да, который что-то понимает, он умеет брать в плен, воевать и так далее, но я даже от тебя не могу услышать. Мы все люди, Стас, мы все люди, мы мыслим, да, вы не самый тупой человек, вы не самый тупой военный, я бы сказал, что передо мной сидит элита российской армии, да, элита, и нас будут смотреть люди, и даже если элита не может сказать общую цель войны со стороны России, куда мы идем, как страна, как Россия, понимаете, о чем я говорю? да, понимаю, но здесь, видите, есть такая ситуация, мы можем только те мысли, которые мы сами думаем, почему могла быть война и все остальное, главный план, который есть там, наверху, он никогда не будет известен, пока он будет не будет выполнен. Мы, как вам объяснить, у нас маленькие задачи, небольшие, но общий план, он может произвести, ну, как сказать, быть настолько глобален и иметь такие цели, которые мы даже могли, ну, мы не могли бы даже догадаться. Может быть, вообще здесь велась война какая-то ради выматывания других стран, может быть, из-за того, что захват территории, неизвестно для чего. Я не могу вам поэтому объяснить. Я потому что говорю, как вы правильно говорите, я уже служу много времени и часто, когда если какие-то ставятся задачи, мы только узнаем через несколько лет, ради чего это были. Хорошо, прошло несколько лет. Ну, несколько лет еще не прошло. Нет, прошло несколько лет. За что воевала Россия в Сирии? В Сирии? Да. Ну, смотрите, у нас же там был договор на Химим, на 50 лет по длине. Там находится наша войсковая база. Плюс ко всему, там президент Асад, он пригласил на помощь себе российских военнослужащих. Следовательно, что произошло дальше? Устанавливается орудие там С-300, С-400, защита и воздуха на территорию России. Следующее, экономическая согласованность экономика соединенная с Асадом. Портовое место. То есть, целей уже много. Хорошо. Это все было понятно сначала, да? Никто этого не скрывал. Да. что, например, были повстанцы с одной стороны и был Башар Асад, правильно? И третьей стороной было ИГИЛ. Да. Вот три стороны, которые как бы внутреково это все делают. Башар Асад попросил Путина, да, для поддержки. Да. Да, там еще говорят, ну, Сирия, это вообще переплетение, там турки были и так далее, пятые, десятые. Но как бы это объяснимо. Это сначала было ясно, да? В Украине что случилось? Да. Вот с самого начала, потому что, чтобы там до финала это дошло, нужно понимать точку. У нас начало, правильно, было в 2014 году Донецк, Луганск. Да. Это было начало. Да. Это война? Ну, у Донецка, Луганска, Луганская республика с Украиной, ты понимаешь, наверное, была уже война. С Украиной. То есть, ты клонишь к гражданской, правильно? Да. Хорошо. Ну, то есть, я сейчас общаюсь с понимающим человеком, всегда это, ну, наложу этот аргумент, да не все, ну, даже понимают, о чем я говорю, да? Игорь Стрелков-Гилькин. Ты знаешь, это кто? Стрелков, да? Стрелков, да. Это ФСБшник. Подполковник, мне кажется, его подполковник, да? Я был в Славянске, когда Славянск был захвачен. Когда-то вся движуха началась, вот, я вчера смотрел его, какую-то лабуду он там вещал, что-то типа, России не нужно идти в нападе, в атаку, потому что она много потеряет ресурсов, ничего не добьется и так далее. Это когда мы говорим сейчас, но я не об этом. В 19-м году, потом он четко сказал, спусковой крючок войны нажал «Я». Если бы не было там России, вот, ваше мнение, это реально было Донецкую и Луганскую реализировать? Реализовать? Поддержки России? Добровольцев, оружия и так далее? Без поддержки? Без поддержки. Без Игоря Стрелкова-Гирькина? Мне как раз появился у друга такой же. Кто-то все равно появился. Но человек от России. Правильно я понимаю? Ну, если бы вы заинтересованы другая гранича с Турцией, ну, вы бы с Турцией там поучаствовали. Вы же тоже понимаете, что если бы приграничная к Донецкому и Луганскому другая бы страна находилась и провели сразу боевые действия и были какой-то интерес, то... Ну, в чем интерес России в этом все? Ну, смотри, смотрите, вот вы ушли от ответа, да? Вы ушли ловко от ответа. Вы не сказали ни да, ни нет, да? Вы сказали, ну, если бы там была другая страна, она бы этим воспользовалась. То есть, то есть, я могу... ответа я, мы не знаем. Да, но с того, что вы сказали, я понимаю, что вы более согласны да, чем нет. Потому что прозвучала как логическая цепочка. Если бы там была другая какая-то страна, то она бы тоже воспользовалась этой ситуацией. Все, мы поставили точку в этой ситуации. Это не гражданская война. Это начало войны между странами. Потому что там присутствуют ССБшники, полковники, добровольцы, оружие и так далее. Этой ситуацией воспользовалась Россия, чтобы разжечь огонь. Да я не думаю, что вот именно для разжигания огня. А для чего? Здесь, по моему мнению, я для чего, не могу сказать, но никак не для разжигания огня. Потому что, ну, даже невыгодно. Людской ресурс все-таки это людской ресурс. Я понимаю даже, что большие потери идут и все остальное, но... Что значит людской ресурс? Это все-таки людской ресурс. Он тяжело восполняет. Сейчас, да. Ну, на данный момент ты сам, для Украины, да, это большие потери. Для России тоже. Ну, с того, что я вижу, то нет. И с того, что мы слышим. Нет, это тоже большие потери. Сколько нужно, чтобы человека выучить, обучить и отправить на войну? Нормально надо сделать бойца. Вначале его надо вырастить. После этого вложить на него деньги. Надо же тоже, мы же не можем отправить какого-то простого школьника. Нужны ли какие-то знания непростые, технические? То есть у нас очень много это хорошее. Почему, Стас, передо мной сидели пацаны по 18-19 лет? Они ничего в жизни не имеют. Здесь находится пацан, с которым я говорю, ему 18 лет. Вот мы звонили его маме, у него все здесь залито было с людьми. Так вот видите, это Россия, Стас. Так я вам и говорю, то есть подготовить хорошего солдата очень много времени нужно. Хорошего солдата. Когда человек не способен к хорошему солдату, он отправляется все, что пока может. Хорошо. К чему ты ведешь? Потому что, говорю, потеря людского ресурса это большая потеря. Поэтому, как вы говорите, для розжига войны это значит, надо было произвести очень большие потери людских ресурсов. Розжига войны всегда подразумевает большую войну. Правильно? Ну, если разжигается. Это получается внутригражданская война, внутри, получается, погибают. Не внутригражданская. Это Россия так хочет представить. Это не внутригражданская война. Это огонь, который зажегся между Украиной и Россией. Я считаю, что это был уже конфликт в 2014 году между Украиной и Россией. Видите, это с вашей стороны, потому что вы здесь живете. Я не могу вам объяснить, рассказать, почему я так. Это просто мое видение, потому что я здесь не жил в это время. Но когда я общался с ребятами, которые от Донецка, Луганска, они были все против вот этого переворота, который был в 2014 году, Майдана. Очень многие были против всего. И сами хотели отсоединиться. Я не... Как сказать? Это их слова были. Я тоже с ними многими общался. Хорошо. Поэтому с их слов здесь была гражданская война. Понятно, что что-то мне говорит мое СМИ, там это я верить тоже не собираюсь. Что-то говорит ваше СМИ тоже не собираюсь верить. Но люди, которые здесь были и которые с этого места говорят мы не хотим так жить, они мне это сказали. Для них, для них, по крайней мере, это гражданская была война. Для меня, как для военнослужащего, меня позвали, я пришел. Донецк, Луганск. Нет, я позвал на свое государство. Да, я закончу, да, вот никто с россиян, но это никто не может назвать мне целью этой войны, да, уже не называется ни геноцификация, ни демилитаризация, ни десатанизация, да, это уже где-то в прошлом, да, вот то, что там Путин говорил, это никто уже не говорит, да, потому что, ну, какое-то недоумение, мнение в этом вопрос. Я сейчас говорю с кадровым военным, да, взятие столицы, это означает взятие страны? Ну, может быть и так, но в основном, мне кажется, для того, чтобы свержение власти и поставить другого президента, либо, чтобы президент принял определенные согласования по Донецк-Луганску. на тот данный момент. Мы говорим о Киеве. Да. Мы говорим о Киеве. ну, то есть, если приехать, даже, как вы говорите, нападение, ну, даже не нападение, как при прибытии в Киев, то есть, вооруженный, техника же шла колонной, она не уничтожала ничего на своем пути, она просто ехала колонной. Как все говорят, они ехали даже в парадках. Хотя, если честно, я говорю, я там даже, ну, может быть. Смешно. Ну, я понимаю. Техника просто ехала в колонне, ну, серьезно. Стас, это смешно. А где, а где, ну, вот, вот, Мурманск, это близко к Норвегии, правильно? Да. Вот техника может просто заехать в Норвегию, вот просто ехал. Понимаешь, что да, факт. Я говорю, видео видел, но я видел, ваше тоже видео, что она продолжала ехать, пока они их начали атаковать. Нет, я в другом плане. Стас, это нормально. Она первая не начинала, правильно, ведение огня. Стас, Стас. Я знаю, я знаю. Но у вас в некоторых направлениях, кстати, в некоторых направлениях, поступали очень, они просто перекрывали дорогу, и техника вставала. Такое же у вас тоже было? В 2014 году, да. В 2014 году, да, было, я это сам лично видел. Но не в 22-м. Почему? В 22-м тоже показывали. У вас, какой же город, так же люди вышли, и не получилось. А, там трактор, что перекрывали. Нет, мы сейчас говорим. Нет, я в плане, что это же можно было так решить, тоже некоторые вопросы. Зачем? Это вторжение. Стас, я понимаю. Это вторжение. То есть, ну, на столицу страны идет военная техника. Я понимаю. То люди должны были останавливать батареи, танки и так далее? Когда, когда долбили... Оно же действовало. Это же действующий метод оказался. Когда армии в Украине не было? В 2014 году? Нет, я говорю, у вас тоже у вас было. Я же говорю, у вас по телевизору тоже показали, что один район, там, города или деревни, не, города, тоже встали люди, достроили эти, сказали, Россия, сюда не надо ехать. У вас же был такой момент? Я не знаю, было или нет. Но я лично... Я понял, что гражданские смогли остановить без кровопролития наступления техники. Я понимаю... ты веришь в это? Стас, 150 тысяч группировка заходит в Украину. Вы верите, что гражданские должны были это останавливать? Нет, не в плане, я в плане, что мы не смогли остановить без кровопролития. Потому что, когда были... Стас, Стас, я еще раз спрашиваю, у меня четкий вопрос. Видение ваше в том, что 150 тысяч группировки должны были остановить гражданские? Я... Как вам сказать? У меня четкий вопрос. Да, я знаю. Нет, не должны были, конечно, остановить гражданские. Воеврю, должны быть военные. Военные для этого существуют, чтобы воевать. Они должны были останавливать. Но это хоть как-то бы, наверное, уменьшило убийство, можем так сказать. Потому что, когда был ответ, подошел другой ответ. Вы тоже должны понимать, 150 человек, ну ладно, группировка поехала, у них был приказ, они пошли вперед. Я это все понимаю, Стас. И по ним открыли огонь. Они должны были открывать ответный огонь. Потому что по тем местам, которые по ним открыли огонь. Ну, такое должно же быть. Но они, если они зашли с техникой, с танками, с БТРами и так далее, у них была какая-то цель. Цель у них была захватить Киев и другие города. Не хотелось бы захватывать Киев. Не хотелось бы захватывать Киев. Я тоже не вижу смысла в захватывании Киева. Россия? Да. Так они шли на Киев. Они уошли в начало Киева. Вы помните, у нас было то же самое, когда подъехала техника. Стас, а в чем цель была захвата Бучи и убийства там гражданских и братские могилы и так далее? Изюм. Я тебе много городов могу называть. Нет, про Изюм у нас тоже, я не знаю, я в этом плане тоже общался со многими, кто с Изюма, подразделения, не было столько убитых. Вот почему-то, ну не было. Здесь же много было, правильно, военнопленных? Помните, были парни, которые молодые уезжали, они же в Козюме были взяты. Да, но они четко говорили, мы ничего не видели. Потому что многие... Мы там не стояли, мы не знали и так далее. Стас, были там люди, которые стояли. Стас, я тебе просто даже прямо скажу, здесь 60-70 процентов, вот я около сотни переговорил, я тебе, я все-таки натык, говори натык ко мне. Много разговаривали перед этим интервью. Мне тяжело перейти на вы, потому что мы натык говорили. Я тебе серьезно говорю, 60-70 процентов из них здесь мне на интервью говорит, мы не стреляли, нас обманули. Стас, я тебе это серьезно говорю, как журналист. у нас записи есть. Я понимаю. Вот оператор стоит, так, Юра, так было, 60-70 процентов, они не воевали, они шмаркали, их призывали стоять в обороне и так далее. Но ты понимаешь, что это абсурд. И когда они тебе рассказывают, что они этого ничего не знают, это абсурд. Это абсурд, Стас. А теперь не знаю. А потому что все это когда-нибудь, а кто его знает, может ты где-то расскажешь вот этот, тот и так далее. За все же когда-нибудь в жизни нужно будет отвечать. Ну может быть. 60-70 процентов россиян, с которыми я здесь говорил, 80, там больше, 80 или 90, они всем не говорят, мы не воевали, рожки не выстреливали, я воевать не умею и так далее. Ну ты понимаешь, но это абсурд. Это абсурд. Это абсурд. Спасибо, что с этим согласился. Это абсурд. Это абсурд. И когда ты мне говоришь, что захвата никто не хотел и так далее, есть много, вот с Мариуполем ты видел, что случилось? Да. Вот как, я просто не понимаю, вот, объясни мне тактику, как гражданские должны были отбить россиян, которые окружили город. Не надо. Как его можно гражданские отбить? Ну остановить вход. Я смотрел, даже, знаете, то же самое, как вы говорите про Мариуполь. Ведение некоторой стрельбы производилось от гражданских домов. Но стрельба все равно. Кто-то занял себе удобную позицию, даже как, как вас там звали, такого человека, кто вместе с своей женой в буче со своего дома вел пулеметный огонь. А жена ему заряжала рыжок, рожки. Смотри, 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 это не секрет, что россияне, когда брали в кольцо Мариуполь, они продвигались квартал за кварталом, да, с бомбардировкой, при поддержке авиации. Это не секрет. ПВО в Мариуполе не было. Это не секрет. Да, и украинские силы все отходили и сконцентрировались около промзона. Это Азовсталь. Да, это промка. Да, это нормально квартальные бои. Да, россияне взяли в кольцо и просто били артиллерии и этими самолетами. Это все знают? Это факт. Да, но украинцы защищались из кварталов. Почему большая проблема была для россиян с танками в кварталах? Потому что украинцы были джавелины. Они очень тяжело продвигались по кварталах. Это тоже факт. Это никто не скрывает. И то, что украинцы или ВСУ в Мариуполе, например, или в Солидаре та же ситуация, я до конца не знаю, но с того, что читаю, да, бои перешли с кварталов в промзону. Это все постепенно. Но бойцы в большинстве своих даже в ВСУ, они были в тех домах, которые почти уже были. Люди выехали. Стас, в Мариуполе много людей умерло. Очень много. То же самое было в Буче, в Изюме и так далее. Я просто не понимаю, в чем... правильно, вы включали, нам приносили видео, вы же вроде нам включали. Мы включали. Там было видео, то, что приезжали неоднократно предложением уехать с этого города. Было же такое. Приезжали, что наши машины, которые забрать людей в лагерь, которые сказали, нет, мы не поедем в эти лагеря, чтобы, ну, объясняли, будут здесь истить боевые действия. Такое происходило. Было. Были коридоры, но тоже некоторые не уходили через них. Потому что, как говорите, хотели защитить свои дома. Но когда защищают свои дома, они стреляют в человека. Человек стреляет на петку. Получается, из-за этого были очень много жертв. Стас, вот в каждой, в каждой вещи есть какая-то причинно-следственная связь. Да. Да? Ну, то есть, мы должны, мы когда говорим, мы всегда, чтобы дойти к точку, объяснить, что происходит, в точке Б, мы должны понимать, что происходило в точке А. Мариуполь и другие города это украинская территория. Для тебя Украина это независимость и украинская страна? Да? Да. Заход российских солдат и взятие этого самого Мариуполя, Херсона и так далее, это оккупация другой территории? Ну, если есть такая цель, наверное, да? Окупация, по факту. Спасибо, что согласился. Люди сопротивляются, люди не хотят этого всего. Так? Да. Это нормально, когда они воюют. Да. Да. Но точкой А это Россия была и остается. И выходом. И это все, до России все было нормально. Знаете, что-то на Мариуполе очень много участвовало из Донецка и Луганска в подразделении? Из Донецка и Луганска? Да. Ну, Стас, они все здесь плачут и говорят мне, что их затянули, они не хотели и так далее. Ну, которые, наверное, здесь, да. Да, это не секрет тоже. Так что очень много было в России из Донецка и Луганска. Это не секрет. Я точно числа группировки не знаю, ту, которую имели так называемый ДНР и ЛНР. Да, честно тебе скажу. Я не знаю точное количество группировок. у них там была группировка. Но это факт перед вторжением. Но это ни о чем не говорит. Нет, вы просто увидите. Россия начала. Тут же тоже ты отучаствовал в Донецке и Луганске. Они тоже, как говорите, участвовали за свои территории. Стас. За свои земли. Стас. Да. Мариуполь брала Россика армии. Совместно с Донецком и Луганском. Можно так сказать? Давай так, я по-другому поставлю вопрос. Донецк и Луганск смогут взять Мариуполь из Российской армии. Тут не могу вам сказать. Потому что я не знаю, какая численность группировки была в Донецке и Луганске. Вообще ни о чем. Если честно. Ни о чем. По сравнению с группировкой российской. По сравнению с Российской, да. Вообще у них тоже были сильные подразделения. У них они находились и неплохо они работали в 1415-м годах. Ну, тоже там много же бывало знакомых, которых мы приезжали. Сейчас же много из Донецка и Луганске переехал в Мурманск. Вы же тоже знаете. Ну, убежали люди от войны. Когда они приезжали к нам на север, им давали полностью полярки, устраивали их на работу. И многие из них тоже рассказывали. с того момента знали. Вот там, например, там Украина, свержение власти и так далее. Вот то, что ты говоришь, я даже не хочу об этом дискутировать. Ну, если даже такие мысли были, если даже такие мысли были, то это неправильно. Это другая страна. Ну, то есть подкачивать, подламывать под себя как бы другое правительство, это неправильно. Это было. Это целью нашего государства. Правильно? Это как бы там где-то вверху. Мы, как солдаты, у нас другая своя задача. Потому что, когда вы со мной видите диалог, вы только можете мое мнение узнать. Но цели я так и не могу узнать. Спас, я так все понимаю. Все остальное происходило. Я не хочу, чтобы, например, военнослужащий российской армии отвечал там за Путина. Да? Он свое, он будет отвечать или в Гаагском суде или где-то в другом. У меня вопрос не в этом. Для меня Путин это их умный главнокомандующий. Да, это хорошо. Она это все понимает. Мы говорим чисто по-человечески. Я даже могу понять вот это все типа приказы и так далее. Но вот это слово приказ это как бы прикрытие всего того, что делали русские солдаты здесь. И второе. Путин не смог бы сделать этого всего, что произошло в Украине без Узека Вагнеровцев, без этих так называемых ДНР, ЛНР и без таких матерых кадровых военных, как ты. Вы руки и ноги Путина здесь в войне. Может быть. Мизинец, не знаю, безымянный палец, стопа. Вы все часть системы. Да. Вы все часть большой системы, которые украинцы не хотят. Здесь не воюет Путин. Здесь воюют простые солдаты русские. Здесь умирают простые солдаты русские. Да? Да. И если бы мне кто-то из них объяснил, за что они здесь воюют и умирают, вот за что сидит Стас, да, вот как военнопленные, да, я могу тебе объяснить по-простому. Потому что Стас пришел в чужую страну, захватывать ее территорию, убивать ее людей, если так спрощенно, да, и оккупировать эти земли. Потому что он оккупант, он агрессор. Да? Без обид, Стас. Это не стрелялки, это человеческие жизни. Если говорить в цифрах, я всегда это подчеркиваю, 8 миллионов украинцев выехало из-за действий России. На запад, не в России. Города спустошены и разбиты многие. Мы еще десятилетия это все будем пожинать, вот эти все действия России и так далее. И когда российские солдаты, даже я сижу и российские солдаты, не знаю, за что я навоевал. Ты 89-го, тебе 33 года. 33 года, да? 81-8 лет, да? У тебя есть сын Святослав, это красивое имя, а такивский князь был, Святослав храбрый, хоробрый, мы его называем, у него хорошее было как бы это, гасло, мы це кажемо, да, девиз, иду на вы. Он всегда говорил вам, да, что иду на вы. Вот, сыну 4 года, и через 16 лет сыну будет 20 лет, это как бы уже осознанный возраст и так далее. Он будет учиться в университете, он, наверное, он же с книг узнает в этой войне, да, между Россией и Украиной, он тебе спросит, папа, за что ты воевал? Это твой ребенок, это твой сын. Я себе скажу, сынок, это секрет. Военные тайны не разглашаются. То есть ты знаешь, за что ты воевал? Я говорю, по приказу и рыбакам. А это не ответственно, Стас? Поэтому я ему отвечу, это военная тайна, сынок, это секрет. А через 20 лет уже будет всем известно, за чего мы здесь все воевали. Как я вам говорил, когда пройдет война, будет известно, ради чего происходило. Хорошо. Были мы правы или были мы неправы, кто был прав, кто был виноват? Я всегда смотрю статистику, да? Вот более 130 тысяч человек, российских солдат, умерли в Украине. Да, это статистика украинская. Британская института изучения войны есть. 200 с чем-то тысяч. Скажи мне, за что умерли эти все люди? За что они все умерли? Это стоило того, того, что ты не знаешь, а знает только Владимир Путин? Ну, грубо говоря, в через несколько лет мы узнаем, стоило это ради или нет. Это стоило или нет? Вот сейчас вот твое мнение. Как мое мнение, как солдату, мы военнослужащие, если как военнослужащие, мы подписываем бумагу о том, что мы готовы умереть. Как вы тоже знаете, я был, можно так сказать, при смерти, когда меня брали, и тоже был готов умереть. То, что я выжил, для меня это удивление до сих пор. Для чего я выжил, тоже я не знаю. Я не знаю, даже, что теперь с этим, как бы, можно сказать, делать, с тем, что я выжил. Уже восемь месяцев вроде как бы живое, а вроде и нет. Стоило ли того, чтобы мне даже, говорите, есть как жить, а здесь стоило бы здесь выживать? Вы, с вами, к вашим солдатами, был даже разговор, ну и еще, я даже видел телевидение, когда ваши солдаты говорили, лучше смерть, чем рабство. Вы поддерживаете? В случае войны с Россией, Да, в случае любой войны, наверное, не только с Россией. Мне даже кажется, что вы видите, в Существе там... Да, я поддерживаю это, да. Да, в случае, если приходит другая страна, хочет захватить территорию, лучше смерть, чем рабство, да, их поддерживают. Так, я хочу вам сказать, что они в плене тоже считаются рабством. И для нас, многих солдат, настоящих солдат, лучше смерть, чем рабство. Вы недавно мне говорили, почему же некоторые там берут и себя убивали, ну, гранату под себя клали. Вот как раз один из этих причин. Я почему пытался покончить? Тоже одна из этих причин. Мы выжили. И вот сейчас мы с этим сидим и не знаем, многие из нас, которые, настоящие солдаты, которые находятся здесь, не знают, что с этим делать. нас как бы за столько лет всегда учили одному. ты солдат, ты воин. И ты должен жить как воин. А то, что какая-то политика, какое-то решение общих вопросов, экономических, политических, земельозахваты, это не то. Стас, ты понимаешь, мы стараемся даже этого не задумываться. Смотри, вот здесь немного есть большая разница, потому что, я понимаю, о чем ты говоришь, смотри, здесь ситуация немного другая, да, вот, солдаты ВСО, они воют за какие-то идеалы, да, они воют за свой народ, они воют за свою землю, они ее защищают, да, и поэтому, как бы, девиз лучше, краще смерть, чем неволя, так? Это по-украински, ты понимаешь это, да? Это не рабство, чем неволя, оно имеет какое-то смысл. Вот то, что ты говоришь, что я солдат должен был умереть, вот, понимаешь, это такая вот, ты идешь в другую страну, ее захватываешь, ты не понимаешь, я закончу, извини, я закончу, не понимая цели, потому что был приказ, понимаешь, вот эти все, как тебе сказать, это твоя жизнь, да, это твоя жизнь, там все подорвав, за что? Даже не понимая за что, за приказы, за Путина, я, извини, я считаю, что, послушай, послушай, я считаю, что это не стоит этого, да, меня могут критиковать украинцы, многие, да, многие, вот то, что я сейчас говорю, но жизнь, это самая большая ценность. Ну, просто не знаем, что будет, жизнь, да, но ты понимаешь, вот здесь сидели пацаны, которые говорили, что они пошли в армию, потому что им нравилось, вот их качало, там, знаешь, там, песни этих, ЧВКшников, да, вот там, яблоканцистов, они, да, вот здесь такие сидели, и у них есть такие слова, потому что иногда смотрю за этим всем творчеством, этим всем дебилизмом, да, ну, а если мы умрем, то в Альхалу попадем, а нихера вы пацаны в Альхалу не попадете, честно говоря, да, вот это весь этот пафосно дутый, вот это все, да, вот эта вся накачка, которая в России есть, и когда люди сидят, здесь садятся передо мной, солдаты, они не понимают за что, за что ты должен был умереть, за что, у украинцев есть идеалы, они понимают за что воюют, я не говорю пафосно, да, серьезно, но чтобы взорвать себя из-за того, потому что тебе 10 лет долбили, что ты в любом случае должен умереть, да, чтобы не попасть в плен, это бред, если бы ты понимал за что ты воюешь, этот идеал светлый, хороший, и так далее, но внутренне ты понимаешь, что его нету, я понимаю, почему ты не хочешь об этом говорить, Стас, его нету, у россиян его нету здесь, идеала нету, нету НАТО у ворот, нету НАТО, да, нету НАТО у ворот, у ворот, да, у меня уже заплетается немного, нету то, что там долбили Донецк, Луганск, что хотели убивать, мы же сидим, да, я иногда разговариваю, ты видишь уровень иногда людей, нужно было разговаривать, и так далее, и 5-10, Стас, поверь мне, они устали просто, я знаю, что они устали, я знаю, Стас, что они устали, но жизнь, это самая большая ценность, и гробить себя, в имя того, что тебе, я еще раз подчеркиваю, тебе 10 лет долбили, что ты солдат, и ты при любых раскладах должен умереть, нет, каждый солдат думает, не при любых раскладах, конечно, должен умереть, но я в плане, что я все время боя, есть жизнь, нужно отдать за что-то светлое, и за идеал какой-то, солдаты в СУ это делают, и потому это они говорят, у россиян нет идеала, но если мы умрем, то в Альхалу попадем, Стас, это не идеал, я не знаю, откуда в Альхалу попадем, эти песни, если даже начались, они начались недавно, правильно? Ну, где-то полгода, полгода, год, не знаю, в июне их не было, в июле их тоже не было, были, 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 значит, они были не так распространены, потому что я с ними не сталкивался, Стас, я еще раз подчеркиваю, умирать нужно за идеал, не за кого-то, не за кого-то, или за что-то, мы же за свои идеалы, у нас в войну свои идеалы, какой идеал, у тебя на войне был, у тебя какой идеал, у тебя был на войне в Украине, я вам говорил, какой идеал, мой войны, нет, то, что ты стал командиром взвода, и то, что себя мне, это не идеалы, Стас, это не идеалы, это не идеалы, это не дело не это что мы согласен с вами да это не делал то что командиром взвода и тогда ну как солдат пришел сравнится поставил на концу жизнь сравнится в бою другим солдатам показать свое умение стас идеал или стас идеал это то за то что ты готов умереть это ты готов высу умирает за идеалы то чтобы сродиться за эти защиту своей земли можем так сказать это единственно все больше ничего за свой народ за свою землю за свою независимость и свободу я тебе пересчитал вот несколько идеалов можем просто все соединить в одно слово за слуги пусть будет народ потому что будет должен быть за сразиться с врагом пойти и так далее этому можно было и норвегии осуществить с полицией например с полицией да там полиция не знаю выбери другую страну слабая полиция может быть не спорю но понимаешь о чем я говорю представьте смотрите нас на войну ребята ездят в ливию да ездят в африку каких идеалов они ездят туда деньги ну не всегда большинстве потому что даже знаю многие бывают некоторые задачи которые даже не платят и все равно едут люди все равно люди едут война это наркотик для них уже вот к вам приехали наемники из других стран которые на получается там с америки состав африки не знаю откуда с польши за и получается поддержку украины правильно но я даже не будем считать или за важно ну это граждане раньше другой страны можно так сказать они приехали ради какого идеала они это уже другая страна какого ради дела и приехали они приехали по своей инициативе по своим желаниям по своим желаниям но не защиты как раз своей страны это тоже не было интересно не было дело я не думаю что они сейчас получают у вас здесь зарплату как вы говорить больше чем они получали бы у себя то есть они приехали сюда и не ради денег они приехали поддержать страну которая борется за свою свободу вот идеал мы приехали поддержать да не смогут за и пара цели свободу можем также префразировать вот эту ситуацию которая сейчас поэтому тоже видите очень такой интересный пикантный вопрос который что у них и что и у нас все но люди едут и рискует своей жизнью даже поддержать другую других людей что и заради этого отдать свою жизнь ну значит это что-то где-то там внутри то есть он человек все равно едет какой-то внутри у него свои дела не связаны даже как бы защиту там это свое внутри вот и у нас есть некоторых людей когда мы едем боевые задачи выполнять это что-то там внутри и мы понимаем что у нас произойдет что возможно мы оставим свою жизнь это в голове есть и ты едешь и как бы страшно конечно страшно но ты все равно едешь но самое главное во всех этих ситуациях никогда не испытывать ненависть только на нормальную чистую голову ты можешь драться когда ты испытываешь ненависть и у появляются люди которые трогают местных жителей трогают всех подряд это уже как я вам говорю это не солдат не настоящий солдат воспитание должно быть солдатское должно быть солдатским воином хотят что-то сказать украинцы я знаете хотел бы украинцам сказать самое простите нас за некоторых дураков которые ударили по маленьким детям вот кто никто даже не должен был страдать это наверное только дети они вообще не должны были страдать потому что у меня самого сын и иногда я выставлю на их место а детей таких я видел когда был скажу в харьковской больнице и ребенка принесли да а самое такое что россиян россиян что сказать россиян 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 расскажу тут еще вопрос такой вернемся мы или нет как вы знаете у нас здесь сидят ребята которые уже сидят год они есть осуждены до которые уже понятно что где-то заказана не новость а есть кто не осужден но вообще некоторых никаких неподозрений ничего нет каких-то даже приближение к обмену как будто некоторых людей забыли хотя домой звонят разговоры ведутся говорят что все подается все списки уходят но их не меняю как будто их кто-то вычеркивает как мне сказали меня вычеркивали и хотелось бы нам узнать хотелось бы знать хотя бы у правительства украины у правительства россии у кого-нибудь в чем причина хотя бы у президента украины может он знает в чем причина вроде с обмента который ведется даже даже менять на ребята которые находятся там они тоже там сидят я так понимаю что почти по годам многие люди в чем появляется вот эта проблема нам никому неизвестно есть некоторые вообще думают что о них просто забыли некоторые уже признали свою вину все их осудили их уже даже инвестировали и все равно они не знают что будет делать дальше возвратишься воевать воевать возвратишься если будешь обмен честно я бы хотел бы провести больше времени с сыном когда ты умираешь последние мысли мои были только о нем и мысль была даже как мало я уделил ему времени и ничему не научу как вы правильно говорите есть опыт который надо передать даже не самое страшное чтобы просто я вот умер бы и потерял ну то есть меня не стало и не стало а то что я ничего не передал вообще ничего получается как будто жить прожито таким образом как будто зря и вот мне дали вот этот шанс дополнительный я бы хотел его именно так и сделать передать все что я знаю все мои моменты жизненные моему сыну все-таки за 33 года что-то накопил в голове то есть по возвращению хотелось бы больше провести времени с ребенком ну если повезет жизни это еще двоих сделать майклау но тварь английский ты же знаешь не очень я же говорил так плохо дело любовь не войну до 33 годов ты делал а еще был ребенок был у меня момент когда я сделал все-таки любовь и не войну у меня на нем появился и сын я могу так сказать я большую часть времени ведь мне только две задачи было выполнялась здесь и выиграл пару раз даже один раз ездил в сирию то есть за все остальное время у меня была только охрана моих территорий защита границ таким образом до этого и езжу за 10 лет считай четыре месяца и восемь дней войны из моего опыта моего бою все остальное время 8 дней войны самых жестких да ну как сказать неудачные можно так сказать были бы и более жесткими на попадание но здесь просто мне не повезло